Конечно, в цеху он выглядел не так страшно, потому что, когда он стоял в другую сторону, он выглядел очень страшно. Даже мы тут ходили с ребятами и думали, кому-то он достанется. Хоем зап, Анатолий. У нас сегодня будет очередное видео с прекрасным автомобилем Kia Sorento. Бэйль турбодизель 2008-го, 10-го, 10-го года, 174 лошадиных сил. Снимаем для вас только самое интересное, самое такое охватывающее. Так вот, оператор возьми, крупным планом, вот к нам попал такой автомобиль. Опять он попал из 5-го или 10-го автосервиса, там сложно уточнить, непонятно чей он, откуда и кто его делал. То есть, был он вот так красиво накрыт. Вот так он пришел к нам. О, такой красавец. Вот у нас запчистюльки наши. Вот, раз все разобрали. Сейчас пришлось все проверить, чтобы не было ничего сломано. Болты все вот в одной коробке. Все валяется. Сейчас это тоже будем диагностировать ролики и так далее, и так далее. Машина попала в автосервис, заглохла. Где-то заглохла или где-то просто стояла, потом не завелась. И начали ее в одном колупать сервисе, потом в втором, третьем, пятом, десятом и вот так. То есть, не знаем, что там произошло. Мой план действий будет следующий. Не будем собирать ее сейчас вот так прям в сток, как положено. Не будем искать никаких проблем, ничего. Начнем с полной диагностики. То есть, будем смотреть все. Сейчас я буду разбирать постель распредвалов. Вытащу. Проверю саму постель, распредвалы. Вакуумный насос, гидрокомпенсатор, рокера, клапанатов. Все посмотрим. Разберем нижние цепи, внутреннюю крышку снимем. Снимем плиту поддона, масляный насос. Вскроем коренные шейки у нас. Очень часто выходят из строя. Будем скрывать первую, вторую, третью. Это будет достаточно коренной. То есть, и смотреть на вкладыш. Вот так я окинул взглядом. Здесь вот то, что мне сразу попалось. Это шкив генератора. Вот он издает такой нехороший звук. Под замену. Вот компрессор кондиционера. Он тоже там сам шкив крутится, а там внутри что-то случилось. Вот здесь у нас была заклинившая геометрия. Вот на турбокомпрессоре. Она была в верхней части. Я по ней постучал, постучал, и она пошла, пошла, пошла и пошла. Турбинку я глянул, лопасти. Радиальный осевой люфт проверил. Там все в допуске. И взял обычный простой шлангчик. Когда она клинит в верхней части, Это либо долго стоит, либо порвана диафрагма. Допустим, вот есть такой у меня шланчик там от манометра вакуумного. И вот сейчас я пытаюсь втянуть в себя. Все отлично. Но если чуть-чуть нажать, То воздух свободно втягивается. То есть диафрагма порвана. Актуатор надо будет менять. Ну, сейчас будем разбирать, смотреть, все ломать. Вот еще у нас, вот тут надо все посмотреть. Автомобиль выглядит довольно печально. Печально на механике. Вот что тут есть. Вот тут у нас радиаторы, фары. Непонятно, что здесь. Вот это надо будет все сейчас потихонечку вытащить. Хотя, учитывая наличие грязи в салоне, Хуже мы не сделаем. Вот уже весь царапан пластик. Может быть это было до этого. Или уже ребята на дверях все кончили. Поэтому, я думаю, если что-то и случится, То хуже не будет уже. Так, ну, все равно будем стараться очень аккуратно вытаскивать все. Потому что нам бы как бы не поломать это. Кстати, топливные форсунки уже на стенде. Все три. Три я уже проверил. Четвертую сейчас там проверяю. Вроде бы, как сказали проверить насос. Но насос пока я не буду спешить трогать. Поэтому будем разбирать, смотреть механическую часть. То есть сейчас к электронике ни к чему не лезем. То есть разбираем постель, вытаскиваем, проверяем все в головке. Потом разбираем полностью цепи. Крышку вот здесь будем смотреть. Вот, кстати, она немножко болтается. Тоже у них разбивает. Вот здесь кладыш на приводе вала баланса. Ну, здесь видно, что Грейм он сожрал пластиковые. Так, помпа. Помпа вроде покачал, вроде хорошо. Антифриз зеленый. Обычно съедает с красным антифризом. Здесь вроде все хорошо. Теперь разберем и потом все покажем. И что, во сколько это все обойдется, вылезет. То есть сейчас мы делаем, ну, вроде бы, как я слышал, согласовали так, что делаем полную дефектовку. Без съема мотора и без съема головки. То есть вот все, что в головке, все, что в поддоне, дефектуем. И все, что вокруг. То есть топливная система, воздушная. Все проверяем. А потом находим какие-то неисправности, согласовываем и собираем ее. И только лишь потом, возможно, что она не запустится. И будем искать, почему она не запускается. Ну, как-то так. Начнем вот так. Потому что, ну, здесь выхода нет другого. Так. Ну, все. Будем разбирать. Сегодня к вечеру, я думаю, разберем. Сейчас часика 3-4. Разломаем ее и посмотрим, что получится. Ждите. Нашло почти 3 часа. Я все разобрал, все дефектовал и даже подготовил рабочую площадь на двигатель. Вот здесь отсутствует у нас бампер. Я его никогда не снимаю. Но он был, висел так на сопельках. Дело в том, что эти умельцы, которые делали ее до этого, я обнаружил, когда вытаскивал радиатор, обнаружил там усилитель. Ну, и у меня, в принципе, не осталось выбора и пришлось его снять. Так. Что у нас здесь? Начнем поверху. Вот так я все разобрал. Головку все помыл. Получается, клапанишки у нас без выработки в верхней части. Рокера тоже без выработки. Постель распредвалов. Распредвалы и сами кулачки, все в норме. Здесь я все вымыл, вычистил. Отфрезеровал шахты колодцев сразу же. Разобрал сзади. Вот здесь. Получается, я снял перемычку и снял вакуумный насос. Это вот такая штука. Так, где она тут? Рано или поздно пришел бы день, когда вакуумный насос начал бы течь. И так, как мы здесь разобрали, стоимость переуплотнения вот этой скобы и вакуумного насоса разобрать стоит полторы тысячи. Я думаю, это немного для того, чтобы... Потому что если это сделать в обычный, то это обойдется вам там 7-8 тысяч. То сейчас вот мы сразу это сделаем, подготовим, все почистим, потому что будем собирать. Фидрокомпенсаторы будем менять все. Здесь где-то, наверное, процентов 60-70 у нас не держат. Вот. Нет смысла оставлять какие-то выработки. Вот здесь у нас обычно на рокерах нету. Колесик тоже не шатается, не шумит. Здесь все хорошо. По головке мы здесь все подготовили. И можем, в принципе, собирать, собирать, собирать... Наверное, не собирать. А то, что сверху нам необходимо, мы будем согласовывать. Теперь здесь мы разобрали, сняли внутреннюю крышку. Для того, чтобы снять вакуумный насос, а масляный насос нужно разобрать все. Втулочки балансировочные. Отличные, просто отличное состояние. У нас здесь и здесь. То есть, как и валы. Все прекрасно. И постели распредвалов в отличном состоянии. Клапаны крышками не сломали. Так, что еще у нас? Сейчас мы поднимем. Сейчас покажем вам. Вот здесь находится коленчатый вал у нас. Внутренние втулочки тоже. Вон балансировочные тоже. Там все прекрасно. То есть, у нас наружные есть и внутренние. По валам нету ничего. Здесь тоже можем посмотреть на втулки. Прям хорошо видно. Здесь и здесь. Вот. Там есть прям мелкие-мелкие царапки. Но это как бы везде есть. При пробеге, я думаю, где-то пробег около 200. По всей видимости, я был первый. Потому что болты все родные. Все на своем месте. Здесь герметик родной. Поэтому здесь никто не лазил. Сейчас у нас последний этап проверки этого двигателя. Это мы снимем коренные шейки. Первую и вторую. То есть, и на этом можно будет сказать, что все хорошо. Мы будем собирать дальше. То есть, опять же, отталкиваясь от опыта, мы будем скрывать только две шейки. У нас всегда страдает в основном первая. Первая коренная. Не, ну, бывают, конечно, исключения, но крайне-крайне редкие. Но, опять же, если учитывать, что балансировочные втулки, турбокомпрессор, постель распредвалов, распредвалы, все в норме. И если нам шейки тоже покажут первого и второго, то, я думаю, нет смысла дальше искать и разбирать. Тем более, съемо-установка коренных шеек на стоимость клиенту ни коим образом не повлияет. То есть, это моя чисто. Ну, паньки. Ну, вот смотрите. Смотрим. Вот эти вот, как такие своеобразные потеки, стали только-только появляться. Это следствие, наверное, голодания или небольшого перегрева. Сейчас посмотрим следующую. Маслозаборник у нас чистый был. Идеально чистый. Куда он делся? Вот он. Хотя нет, там есть какая-то... Ну, очень мало. Шайбы у нас пламягосящие, под форсунками загоревшие не были. Здесь тоже есть... Это не задиры. Есть пятнышки. Кто-то думает, что это задиры. Не задиры, это не так. Поддон я, конечно, масло слил. Все интересное, на самом деле, остается внизу. Я так был счастлив, что все хорошо идет. Ну, и сейчас, в принципе, ничего страшного пока еще не получилось. Герметика. Это кусочек от бурки. Давайте все-таки пойдем дальше и... Скроем следующее. Если даже и был перегрев, то откуда он нарисовался? Если даже и было голодание, то откуда оно взялось? Каких-то следов вообще нет. Так, полукольца. Ну, полукольца на этом двигателе страдают крайне редко. Ну, колечко прям вообще новенькое, как будто не работало. Вот. А вот это уже все. То есть тут он уже начал собирать. Вытаскиваем двигатель. Вытащим двигатель. Открутим, вытащим. Мы немножко даже, наверное, попробуем хитрить, сэкономить. Не, ну, по-хорошему, конечно, будет откапиталить полностью. Но, опять же, сейчас зацепим аккумулятор, проверим родной пробег, сколько там чего. Точно уточним. Выкинем остатки двигателя оттуда. Вот. Коленчатый вал, если там на той шейке сейчас тоже брызну туда. Если сильно не задрало, может быть, полировка его спасет. И мы подкинем ему только новые вкладыши. Вот отсюда прям прекрасно видно, что есть небольшое алюминиевое напыление. Вон, на вкладыши. И даже не задир. Полировочку, если сделать, то все это уберется. Хотя, мы еще не знаем, что на остальных шейках. То есть, на четвертой и пятой. В любом случае, выкидываем его оттуда. И разбираем до конца. Разбираем, что мы сделаем. Мы его завалим на одну сторону. Вытащим коренчатый вал. И, то есть, головку блока цилиндров откручивать не будем. Опять же, будем отталкиваться от пробега. Тогда, если родной коленвал уцелеет, то получится, в принципе, качественно и недорого. Ну, в принципе, все. День второй. То же время. Сняли двигатель. Вытаскиваем колечатый вал. Смотрим шатунные и коренные шейки оставшиеся. Так, пятая шейка. Пятая самая, наверное, плохая. Да, плохая выглядит. Четвертый. Четвертый. Чуть-чуть подогрело. Ну, вот у нас получается пятая и третья. Так, ставим меточкой. Ну, это чтобы было легче, проще. Вторая шатунная шейка. Можно сказать, прекрасно себя чувствует. Так, выпускаем до самого низа. Третий шатунный. Тоже еле-еле проглядываются пятнышки. Ну, шатунный, как правило, страдает после. То есть, на этом двигатели сперва коренные, потом уже шатунные. Последняя четвертая шейка четвертого штуна. То есть, ну как сказать, это если прям вообще смотреть, то это ненормально. Ну, как бы для нашего сейчас момента. То есть, нам необходимо, чтобы коленчатый вал остался целый. Ну, вот на пятой шейке, конечно, довольно сильно он задрот. Теперь внутренние. Первая. Горяная. Внутренние. Вторая. Тут все хорошо. Ну, чуть-чуть. На третий, как у нас было. Так, это шатунный и внутренний. Вот тут они шатунные. Понятно, что все будет хорошо с ним. Вот она, пятая. Да, вот пятая стала прям хорошо цеплять. Но вкладыш не провернула. Не провернула. Не провернула. Да, да, да. Все у нас тоже осталось в норме. Ну, конечно же, мы померяем ее. Так, коренные не провернуты. Шатунные у нас тоже ничего не провернуто. В принципе, все, как мы и предполагали. Единственное, теперь вопрос, сможем ли мы сохранить коленчатый вал. Здесь по блоку у нас вопросов. В принципе, нет. Можно будет проверить масляные форсунки. Проверить можно будет даже, вообще, дают они что-нибудь или нет. Подать туда давление воздуха. Да, брызгает. Это мы проверяем вообще, что она работает. То есть, правильно работает она или нет, проверить. Немного надо будет другим способом. Да, здесь есть клапан. То есть, вот в этом, в каждом штуцере. То есть, штуцер, который держит саму масленочку, которая брызгает. Вот. У нас здесь есть пружинка, клапан. То есть, под давлением. Он у нас брызгает. Даем газу. Она брызгает. То есть, на холостом они не работают. То есть, при давлении 2 барра, то полтора-два, они не работают. Немножко протрём, чтобы не тратить много очистителя. Четвёртый. Вообще, хоренная шейка хорошая. На пятой. Да, на пятой там, с той стороны, немножко припаялась. Где она вот немного-немного прям припаялась. Вот она чуть-чуть вот прям поверхностная. Есть. Поверка шлепануть полирует. Да, и цепляется. Ремонта нету, да, Калин? Ремонт есть. То есть, можно расточить под 0,25. Но у нас в практике такого нет. То есть, мы не точно. И не делаем это. Ни в коем случае. Стоимость двигателя очень, по ремонту, очень высока. И баловаться китайскими вкладышами не будем. То есть, мы только в стоке. Не знаю. Вот дело в том, что она чувствуется вот здесь пальцем. Но это наружная. Она не внутренняя. Дело в том, что она не вглубь ушла, а наружу. Вот как будто кусочек маленький припаял. Вкладыша. Может быть, даже при полировке она уберётся. Ну, попробуем, наверное. Сейчас мы отдадим его. Сейчас ещё, конечно, сейчас я его... Да, сейчас мы его ещё раз просмотрим. Есть у нас вот одна нехорошая гадость. Всё-таки на пятой шейке коренной. В принципе, после... Как я вот... Вот, если, наверное, вот отсюда прям присмотреться, она прям сверху. Дело в том, что она не углубление. А она как будто бы снаружи. Полировка коленвала была бы в идеальном состоянии. Пробуем убрать. Стокарь померяет коленчатый вал, набиение, прогиб и так далее, так далее. То есть, отдаём. Пусть они там глянут его. И решение примут уже они. В принципе, если она поверхностная, это как они уберут, то будет всё работать. Если нет, то количество валов будем менять. Коленвал пришёл с полировки. Полировочку он там прошёл. Отлично. Всё, промерили его. Всё прекрасно. Все шеечки. У нас была третья коренная. Это вот здесь. Как-то на свет вот так вывернуть его. То есть, тут всё прекрасно. Всё, первая, вторая. То есть, всё прям отлично. И самая сильная у нас была вот пятая. Вот тут она была у нас. Всё. По коленчатому валу полирнули. Прошёл, прошёл день. День. Да, день. Вчера мы его отдали, сегодня его нам вернули. Прошёл день. День третий. Вот он наш мотор. Подготовили уже здесь. Помыли, почистили. Вставили уже вкладыши. Сейчас будем смазывать. И вставлять коленчатый вал. По вкладышам. Смотрите, по вкладышам. Когда новый коленчатый вал, абсолютно новый коленчатый вал, оригинальный, я всегда делаю подбор по таблице. То есть, это наличие. Вот у нас на блоке букв здесь. Шатун. То есть, группа у нас вот здесь. Вот они. Б, Б, Б и Б. Там могут быть А, Б, Ц, Д. А здесь и вот здесь на коленвалу. То есть, существует в интернете есть. Вот они, все Бшки нижние. Тоже. Если сопоставить все эти цифры и буквы, то мы узнаем, какой вкладыш где стоит. То есть, зеленый, красный, желтый, бесцветный, черный и так далее, так далее. Я всегда БУ оригинальные валы всегда ставлю в КФМовские стандартные вкладыши. Всегда. Я уже так действую, наверное, в течение 5-10 лет. Именно на БУ ставлю. До этих годов я и мои коллеги, которые тоже смотрят, собрали не одну сотню движков. Эти движки у нас эксплуатируются. То есть, прошли уже по 150-200 тысяч и проблем вообще никаких нет. Это самое простое решение. Просто при сборке на оригинальных вкладышах я замечал, что мотор работает жестко. Очень жестко. То есть, там и повышенная первое время нагрузка, тяжело. Прям он еле-еле прям расхаживается. Да, вопросов нет. Хорошее давление, все прекрасно. На БУ были иногда некие нюансы. Поэтому перешли на корейский КФМовский вкладыш стандартный. То есть, если БУ, если после полировки или что-то еще какое-то, именно оригинал ставим КФМ и забываем. Закрываем и забываем. Также насос. Насос обязательно оригинал. Обязательно. Он не стоит больших денег, чтобы ставить сюда какой-то аналог. Потому что наш весь вот этот процесс будет обходиться что-то в районе 150 тысяч. Поэтому нет смысла экономить. Так, все, собираем. Так, где у нас какая-нибудь смазочка? Что-нибудь? Где-то была здесь баночка. Масленочка, да. А, вот у нас есть, да? Да. Все равно мы перед запуском, нам здесь, мы не будем подключать его, заводить, пока не появится давление, пока не прокачает полностью систему. То есть, ничего делать мы не будем. То есть, спират крутим стартером, даем ему полностью промазаться, накачать гидронатяжители цепи, заполнить все пустоты. И только когда давление погаснет у нас, мы уже будем запускать мотор. Нам рассказали, что мы не снимаем головку, блок цилиндров, не вытаскиваем поршни. Да, мы сказали, что мы в нашем случае, то есть, это не совсем капремонт. То есть, мы не меняем маслосъемные колпачки, мы не снимаем ГБЦ, у нас не было на это жалоб. Но вариант, хотя он будет довольно такой качественный. То есть, на шиканул вариант даже. Вот он, коленчатый вал лег. Так, сейчас мы наживим шейки, поднимем. И потом следующие два. Нет, сегодня мы его не будем заводить, потому что там... Дело в том, что сегодня это физически невозможно сделать, потому что ребята очень сильно постарались и разбомбили его, как смогли. И уйдет больше времени на то, что собрать, привести божеский вид, то есть, сам двигатель собрать не в проблемах. Проблемой у нас будет являться... Запуск. Нет. Фары, бампер, трубки, там все, что разбомбили, они по трубке. Там непонятно, да, вот, все это валяется. Там куча, там куча валяется. Все это, да, как-то надо будет привести, все. Порядок. Так, что там у нас по шейкам-то? Вторая коренная. Так, на шейках. Помечено, какая шейка, какой номер шейки и стрелка направления. Поэтому перепутать здесь невозможно. А шатунные мы пометили. Болты, болты тоже. Здесь усилие довольно большое, поэтому тоже все-таки немножко смазывайте болты. Все болты, которые тянутся больше 10 килограмм, все желательно смазывать. Нам сейчас надо шейку второго, третьего цилиндра. Так, второй, первый, вот он третий. Так, вкладыш с замком к замку. Ой, шейка. Так, замок здесь, это третье. Запускаем. Все, в принципе, сейчас будем затягивать. Затягивать, потом покрутим, как все это вращается. Моменты затяжки, наверное, все знают. Интернет сейчас у нас работает хорошо, поэтому все, сейчас затягиваем. Собираем. Головки мы тоже все. Как раз у нас есть возможность оттуда вымыть вообще абсолютно все. То есть сейчас мы ее перевернули прям очистителем. Там вымыли прям идеально все чистенько у нас. Комплект цепей нам дали. Так, что у нас тут есть? Сейчас мы смотрим. Смотрите. О, что нам запчасти принесли. О, цепям. Если кто-то когда-то приедет к нам на ремонт, сразу учтите одно правило. Здесь у нас любой из автомехаников устанавливает цепи и какие-то насосы и что-то такое. Только оригинал. То есть не оригинальный мы вам ставить не будем. Это либо под полностью вашу ответственность. Даже нет гарантии на запуск. Если оторвется цепь там или что-то еще. Вот так все это будет выглядеть. Вот цепь, притяжители, грэм все. О, мы будем крестовины менять. Нам крестовины дали. Шкив у нас будет генератора. Вот эти вот, смотрите, отдельно, которые идут, они есть прям Kia Hyundai в пакетиках. Производитель данного грэма, фирма Инна, вон он внутри. То есть это оригинал. Только это сделал завод и взяли на заводе. А это взяли уже когда упаковали в коробочку. Так, гидрокомпенсаторы у нас будут джемпишные, неоригинальные. Актуатор турбинный. И так далее, и так далее, и так далее. Тут сальник коленвала. И что-то еще. Крестовина почему-то одна. Надо будет еще одну. Один ролик. Вот. Актуатор тоже будет генпишный. Оригинальный стоит очень огромных там денег. И в нем нет смысла. Вот эти именно генпишные неоднократно я оставил. Прекрасно ходит, работает. Проблем никаких нет. Ну что, все. Соберем. Мотор завелся. Мотор завелся. Дальше работы очень много. У нас форсунки были не помечены. Валялись. То есть форсунки надо будет прописать блоки управления. Заправить кондиционер. Поставить бампер. Все эти решетки. Все это проверить, регулировать. Не знаю, по парам посмотрим. По свету даже. Если это будет в головне у человека. Вот у нас, посмотрите, что осталось. Не знаю, как из этого собрать автомобиль. Вот. Что-то тут вот. Делу все много. А как это все собрать, не знаю. Это все отдельно привезли, да? Да, это было короткое. Все осталось. Ну вот, вытаскиваю с того ящика. Пакет радиаторов напомню, что помыли. Здесь все помыли, все собрали. Здесь тоже все валялось разобрано. Заменили один ролик приводного ремня. Шкив генератора у нас. По топливу и воздушному фильтру пока ничего не трогали. Сейчас будет в любом случае какой-то обкастышный. Полторы-две тысячи. И потом сделаем то. То есть смотри. Компрессор, кондиционер мы поставили с контрактного двигателя. Стоимостью... Три тысячи рублей. Вот, что ли стоит. Вот. Контрактный поставили, потому что новый за 25. Как бы на автомобиле... Закономили клиенту с деньги. Немножко. Бэк автомобиля 309 тысяч 757 километров. Жаем своим ходом. Заканчиваем последние моменты. Машина уже погрелась около часа. Уже на ней прокатились. Потому что тормоза тут взорвели все. Форсуночки после длительного застоя даже прописаны. Немного подстукивали. Вот. Прогнали все в воздух. Прогнали... Выехали в систему охлаждения. После чего удалили там довольно... Да, у нас ошибочка 0,820. Неисправность нейтрального выключателя. Сейчас параметры посмотрим. В принципе, едет прекрасно. Не дымит. Не стучит. Дело в том, что... Изначально машина попала в сервис по каким-то причинам заглохла. Что бы я ни искал, что бы ни смотрел, то есть причины не нашел. То есть мы сделали только то, что... Сняли двигатель, поменяли вкладыши, сети, насос. То есть киперконпенсаторы. Проверили форсунки на стекле. Ну и в принципе все. Дымит. Дома собрали и все работает. То есть, как бы, в чем была причина, когда она попала в сервис и ее разобрали, я не знаю. У нее даже кастажик исправный, чистый. У нее даже ЕГЭ работает. Конечно, когда-нибудь придет время и заглушен был. Так, давление топлива норма. Давление надува норма. Эквалатор меняли. Давление топлива... Далучный расход. Расход воздуха 54, минималка. У нас здесь должна быть минималка 58. Занижен. Причиной является... Может являться неисправный датчик массы расхода воздуха. Грязный датчик массы расхода воздуха. И клапан ЕГЭ. Датчик мы помыли. Он у нас тихий, до процентов. Сейчас все же попробуем заглушить клапан ЕГЭ. И посмотрим, что происходит. Надувка двигателя норма. Напряжение аккумулятора норма. Дозатор, говорит, что форсунки обратно дельет. Также нам показалось там. Мотор сам работает прям зрями. Вот, кстати, ЕГЭ открылся. Давление надува упало. Расход воздуха упал. Нагрузка возросла. И расход топлива. И турбинку я смотрел. Есть небольшой радиальный люфт осевой. Турбина оригинальная. Мы решили оставить. Потому что сейчас оригинальная стоит очень больших денег. А GMP-шный, китайский, она же вряд ли будет работать. Так вот, у турбины должно давать там 2,1-2,2. Она дает у нас вот 1,5-1,6. 2,8 половины. 1,4. И так же у нас идет недобор по воздуху. Повышенный расход топлива. И повышенная нагрузка. Будем глушить ЕГЭР. И посмотрим, что получится. Заклушили ЕГЭР. Так же здесь пластиночку поставим на спуск. На коллектор. Пластина. Там что-то в районе 1,5 мм. 1,5 мм оцинкованная. Вот. Для этого достаточно. Сейчас посмотрим, что нам она покажет. Смотрите, люди. Те, кто вдруг, если у вас там Сарлента или Гранд Старкс на механике, там стоит двумасовый маховик. Здесь есть такие специалисты, которые считают, что можно подставить от Сарлента 145, от первой, там, с 2002 по 2006 год. Поставить обычное сцепление. Вот этот человек, он говорит, как только нагревается, он говорит, это невозможно. То есть это не сцепление, а прямо уступает. Мы тоже пробовали на Гранд Старкс ставить. И было ужасно. То есть сейчас все пока холодное, все как хорошо получается, все едет. Но как только нагревается, она бьет, дергается, как на газете. Поэтому не думайте. Понятно, что двумасовый маховик может вам начинаться от 30 до 70 тысяч, в зависимости от того, что мы берем оригинал или какой-то аналог. Но лучше все же массовый маховик. Если не делать ничего больше. Все жалуются, те, кто переделали и хотели... Но одномассовый маховый маховик не так гасит колебания, насколько я понимаю. Но работает жестче. Пока холодное водится, все хорошо. Но как только нагревается, все. Проблема сразу появляется. Так, расход воздуха. Давление на догор то же самое. Количество топлива то же самое. Расход воздуха точно самый. 50-54. То есть, так, по нагрузке двигателя все так же. Но она в норме. Максималка на прогретой. При отключении всех печек-пенсионеров должно быть не выше 29%. У нас 23-24. Есть небольшие скачки. Но вот подавление топлива, топлива, топлива нет. Потому что у нее есть при запуске какой-то такой непонятный перескоп или что-то такое. Может быть, это и есть причина, по которой она изначально попала в сервис. Но пока у нас она никак не проявилась, к сожалению. Есть еще момент. Вот. Датчик массы расхода воздуха сейчас он поработает. Еще, в принципе, летом поездить все будет, в принципе, неплохо. Ну, динамика будет чуть хуже. Но зимой, зимой, при морозе минус 15-10, она уже не запустится с таким датчиком. Потому что именно датчик массы расхода воздуха рассчитывает моменты труска. То есть холодный, там, минус 20, минус 25. Это он греет необходимое количество печи накала. То есть если мороз у нас минус 10, то он греет там 5. Если мороз у нас минус 25, он будет греет 20. Самое главное, самое главное, те, кто пользуется дизелем, никогда не отталкивайтесь от индикатора чей накала. То есть, мы включаем телевизор, они у нас спускательная спиралька. Она горит, горит, горит. Тут какие-то люди думают, что все. Нет, нужно после того, как она погасла, еще 5-7 секунд подождать. Потому что реле до сих пор греет. Ну все, будем по датчику массы расхода воздуха рекомендации давать. Сейчас будем наблюдать ее. В принципе, отдаем хозяину, будем наблюдать, что будет происходить. Как бы предупредим его. Ну и еще контрольный осмотр по жидкости. То есть, у нас мы сливали гур, охлаждающую жидкость и масло двигателя. То есть, сейчас все проверим по кругу и будем отдавать. Вот. Ближе с зиме или что-то. Потому что здесь очень масса реванцев. Начиная от того, что потеряли кронштейн от аккумулятора. Здесь стоит какой-то китайский хомут, который еле держит, которого я не смог найти. Здесь тоже плохой хомут. Не знаю, как покажут себя сейчас в эксплуатации патруб кинтеркулера. Они очень жесткие. Не знаю, как покажут себя клапан управления и так далее, так далее. То есть, с тем же кондием выйдет фреон, не выйдет. То есть, заправили, утечку не показал. Работает, холодит. Все вроде хорошо. Но как будет дальше? Будем смотреть. Ну все. Очередной ужас, который нам притащили, мы закончили. Сделали. Конечно, в цеху он выглядел не так страшно. Вот тут, когда он стоял в другую сторону, он выглядел очень страшно. Даже мы тут ходили с ребятами и думали, кому же он достанется. Этим счастливчиком оказался я. И вот, между делом, между работой. Будем ждать его на обслуживание тормозной системы? Нет, надо покататься. Надо покататься. Пусть тоже, как бы, недешево сейчас обошлось. Надо покататься. Что-то притрется. Что-то покажет там, не покажет. То есть, это уже сам будет в то время. Карданный вал в багажнике с болтами. Крестовины не смогли заменить, потому что там шлицевая закипа. Кардана нет в наличии. Кардан в районе 18 тысяч, где-то даже по закупке. То есть, на автомат есть, на механику нет. Вот, здесь много механика. Все, заканчиваем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok